всем привет сейчас начался сезон кабачков поэтому мы будем готовить кабачковую икру ту самую из нашего детства вкусную эту икру вы можете даже употреблять на очередование здесь буквально 2 дарни 3 столовые ложки масла и она настолько вкусно и полезно но я на самом деле очень любила в детстве эту икру но после нее у меня болел то ли желудок то ли печень там лёша говорит что у него была изжога но это икра вот мы ее сделали съели буквально там за два дня что нам понадобится сами кабачки я скажу по весу здесь у меня кило двести кабачков я их еще почищу кабачки лучше почистить потому что этот зеленый цвет и потом их чем-то обрабатывать лучше все-таки почистить кило двести одна треть от веса кабачка моркови здесь у меня 400 грамм одна четвертая это 300 грамм лука чеснок четыре небольшие зубчика это вот что касаемо овощей приправы растительное масло обычная томатная паста соль перец черный острый перчик если у вас настоящую как бы перчинки вы когда будете тушить кабачки положить в сами кабачки потом достанете никаких проблем у меня вот жидкая такая приправа если у вас кислая томатная паста вы можете добавить подсластитель или сахара или сахарозаменитель или стевию это все по вкусу будем добавлять пробовать начнем все нужно почистить и подготовить так начну с кабачков все выключай а потом включимся когда уже почище все сначала режем кабачок если у вас семечки крупные можете удалить но у меня ведь все мелкая и кабачок нужно порезать достаточно мелко чем мельче порежете тем быстрее приготовить и так кабачки мы порезали руки верхних уст они кстати если кто так закашляться поднимайте руки вверх подними не хочет кабачки мы порезали теперь в кастрюлю в казанок в котором мы будем тушить кабачки наливаем буквально полторы ложки растительного масла просто вот чтобы они не пригорели самом начале включаем огонь и прям холодную кастрюльку мы выкладываем все кабачки и как только они зашипят накрываем крышкой и на медленный огонь минут на 15-20 тем временем мы режем лук лук тоже я порежу достаточно мелко вот так и 3 морковь морковь мы вот вот так вот по трем и и в смотрится лишь мне уже помог здесь вот на самой мелкой терочке потрем так все порезали потерли берем сковороду ставим на огонь наливаем буквально ту же ложку столовую растительного масла и выкладываем сюда лук ничего не пережаривайте все должно быть такое тушеное и ждем когда лук станет достаточно таким прозрачным и еще я забыла в кабачки мы сейчас закидываем весь чеснок лук стал такой прозрачный добавляем морковь знаете вы выбираете морковь такую оранжевую цвета моркови будет зависеть цвет вашей икры выкладываем всю морковь и минут пять и и готовим постоянно помешивайте ну вот так вот минут пять при постоянном помешивании дошла морковь вот делаю вот здесь вот такое углубление пространство и сюда выливаю ну я думаю 45 столовых ложек томатной пасты томатного соуса и нужно проварить как бы вот в этом месте чтобы томат проварился смотрим что у нас с кабачками можно перемешать они уже дают кабачки сок закрываем насчет томат у меня тоже про тушился теперь это все нужно соединить перекладываем все кабачка перемешиваем опять же накрываем крышкой и оставляем до готовности по кабачкам потому что у меня уже в общем-то лук и морковь такие мягкие приготовленные смотрим до готовности кабачка так самое время добавить приправы у меня здесь ну примерно чайная ложка черного молотого перца добавлю столовую ложку соли если в самое сейчас время если надо добавьте что это сладкая сахара или сахар замените еще я забыла сказать что я добавлю полторы ложки яблочного уксуса вот лишь а спрашивает до готовности чего вот кабачок вот посмотрите он уже такой мягкий прозрачный вот видите все уже теперь нужно чтобы немножко выкипела жидкость добавим приправы сюда я добавлю еще острый перец буквально несколько капель все по вкусу и полторы ложки яблочного уксуса так все перемешиваем и вот ждем пока выбориться вся жидкость но все у меня икра уварилась я попробовала соль перец все меня устраивает и теперь это нужно блендером погружным взбить все разбить икру взбили она получилась такого красивого оранжевого цвета ставим на огонь она должна закипеть и в общем-то икра готова вы знаете вот если добавить сюда немного бульона или сливок получится прекрасный крем-суп суп-пюре а так икра великолепная на кусочек черного хлеба и просто потрясающе ждем когда забулькает и выключаем икра забулькала все накрываем крышкой и выключаем и Субтитры создавал DimaTorzok